Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про сухость во рту. Почему возникает сухость во рту и как с ней бороться? Если рассматривать сухость во рту, то есть два варианта сухости во рту. Первый это физиологическая, то есть нормальная сухость во рту, которая в норме возникает у здорового человека. И второй вариант сухости во рту это патологическая сухость во рту, которая вызвана различными патологическими состояниями в нашем организме. Начнем с физиологической или с нормальной сухости во рту. Почему в норме у нас возникает сухость во рту? В норме сухость во рту возникает при недостаточном водном режиме. Очень многие взрослые люди пьют недостаточно чистой воды. Далеко не у всех на рабочем столе стоит стакан с чистой водой, и человек в течение дня делает перерывы и пьет чистую воду. Это фатальная ошибка. Потому что, во-первых, дефицит чистой воды ухудшает работу печени и почек, во-вторых, вызывает сухость во рту. Вспоминаем, как рассчитать водный режим для взрослого человека. Записываем. В норме для взрослого человека оптимальное потребление жидкости в течение дня 30-40 мл на килограмм нормального веса в сутки. Более оптимально это 40 мл на килограмм. Например, у вас рост 170 см, то есть нормальный вес для вас порядка 70 кг. 40 умножаем на 70, получаем ваш нормальный водный режим потребления жидкости в течение дня. Вот этой жидкости делим напополам, то есть минимум половину мы относим на чистую воду. То есть порядка полутора литров в течение дня у вас должно идти именно чистой воды. Причем принципиально важно равномерно разносить эту чистую воду в течение дня. Проснулись, утром натощак выпили стаканчик чистой воды. Позавтракали, послезавтрака постепенно до обеда несколько раз подошли, сделали поглоточку чистой воды. То есть равномерно пьем чистую воду в течение дня. Для взрослого человека минимум 1 литр, а лучше 1,5-2 литра чистой воды в течение дня должно поступать. Если вы пьете слишком мало чистой воды, естественно, что будет сухость во рту, сухость кожи, сухость слизистых. Поэтому первое, с чем мы работаем, это с чистой водой. Вторая причина сухости во рту, это снижение выработки слюны с возрастом. У людей 70-80-90 лет уменьшается секрет слюнных желез, из-за этого может возникать сухость во рту. Эта проблема решается увеличением водного режима, добавлением омега-3 жирных кислот, витамина D, витамина A. То есть тех витаминов, которые улучшают работу слизистых и железистых органов. Вторая причина сухости во рту, это патологические изменения в организме. Какие патологии вызывают сухость во рту? Первое, друзья, это повышение уровня сахара крови. Когда у нас растет сахар крови выше нормы, у нас возникает сухость во рту, возникает жажда. Это нормальная компенсаторная реакция организма на повышение сахара. Организм говорит, хозяин, идем пить воду, потому что сахар высокий. Сахар повреждает сосуды нервы, организм понимает, что это плохая ситуация и гоняет нас пить воду. Это и днем, и ночью проявляется, что человек с повышенным сахаром пьет воду. Особенно сильно проявляются сахара 10-12 ммл, то есть выраженное повышение сахара крови. Если у вас сухость во рту вследствие повышенного сахара, обращаемся к эндокринологу, корректируем сахароснижающую терапию, приводим сахар в норму. Кроме того, часто сухость во рту возникает при приеме сильно действующих медикаментов. Антидепрессанты, гипотензивные препараты, диуретики, даже некоторые препараты для снижения веса вызывают ощущение сухости во рту. Если вы отметили, что сухость во рту связана с применением вашего препарата, то обращайтесь к вашему доктору и обсуждайте, как скорректировать побочный эффект. Либо скорректировать медикаментозную терапию, либо добавить чистую воду, либо какие-либо другие мероприятия. Кроме того, бывают заболевания, которые вызывают сухость во рту. Сухость во рту могут вызывать серьезные заболевания соединительной ткани, такие как системная красная волчанка, синдром Шегрена. Могут вызывать различные неврологические нарушения, такие как депрессивные, тревожные нарушения. Кроме того, онкология и облучение головы и шеи, то есть радиотерапия, лучевая терапия, могут вызывать сухость во рту. Помимо этого, затруднения носового дыхания, то есть патология лорорганов, когда человек вынужден дышать ртом, также будет вызывать сухость во рту. Поэтому, друзья, если у вас имеется сухость во рту, во-первых, посчитайте себе водный режим, достаточно ли вы пьете чистой воды. Очень часто мы просто добавляем прием чистой воды, в течение дня у нас уходит сухость во рту. Если же вы пьете достаточно жидкости, проверьте, какой у вас сахар крови, обратитесь к доктору и обследуйтесь, нет ли у вас сопутствующих заболеваний, которые провоцируют чувство сухости во рту. Больше информации о здоровом питании, о восстановлении гормонального фона вы узнаете в школах на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!